В середине мая стартовал весенний призыв спортивной роты. Эти особые подразделения Министерства обороны дислоцируются в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону. Среди призывников только спортсмены. Верно! Вольно! Приступаем к четвертому часу занять. Все адекватные ребята, все знают, зачем они сюда пришли. Все, по-простому говоря, заглядывают командирам в рот. Все выполняют то, что от них требуется. А ничего нового мы не требуем. Мы требуем по общевоинским устам вооруженных силаристов и федераций выполнения своих обязанностей. Подхватив его левой рукой за цевьё и ствольную накладку, держать перед собой вертикально магазином влево. Программа короче, чем в строевой мотострелковой роте, чем в обычной мотострелковой роте. С чем это связано? С тем, что военнослужащие у нас все спортсмены, показывающие высокий результат в спорте, и призванные в роту для того, чтобы не показывать их дальше. То есть, чтобы, получив азы военного дела, получив самое необходимое, что им нужно для ведения боевых действий, продолжать заниматься, тренироваться, чтобы не терять свою спортивную квалификацию и показывать дальше высокие спортивные результаты на мировом уровне. Центр физической подготовки и выживания ЦСКА в подмосковной Балашихе. Здесь для солдат спортивной роты подготовлены новые современные казармы. Военнослужащие этой роты представляют 19 видов спорта, в том числе биатлон, велоспорт, плавание, фигурное катание. В перерывах между учебно-тренировочными сборами и соревнованиями спортсмены должны будут возвращаться на место дислокации своего подразделения и изучать военное дело. Цесная армия полезна для спорта, потому что закаривает мужской характер, что в спорте очень важно. Не растягиваем! Бойцам спортивных рот предстоит пройти все виды обычной военной подготовки. От строевой до упражнений с боевой техникой и стрелковым оружием. В случае военной угрозы все военнослужащие спортсмены будут служить в мотострелковых бригадах. У нас было две попытки, две обоймы, три патрона, два магазина. И в первый раз я попал в десятку, и еще в шестерку. И еще когда-то, короче, в «Эфин-23» получилось, это мы похвалили, хорошо результат. Спортсмены, ранее проходившие службу в этой роте, завоевали шесть медалей на играх в Сочи. Так что новобранцам есть с кого брать пример. Продолжение следует...